Мне удалось получить доступ в Даркнет, и я увидел там то, что никто не должен видеть. Часть вторая. Я не забыл о той ночи. В смысле, об этом не так просто перестать думать. Что за чертовщину я видел? Клянусь, я вижу этого чувака безо рта каждый раз, когда закрываю глаза, но... Возможно, это не так уж и странно. Мой мозг в прошлый раз не смог этого понять. Так как же мое подсознание могло воссоздать такое? Дерьмо. Я больше не хочу об этом думать, но не могу. Видите ли, мои проблемы теперь не только в моей голове. Я считал, что покончил с этим после того, как люди в черном нанесли мне визит, но... Мир не так прост, как нам порой кажется на самом деле. И в дальнейшем со мной начали происходить некоторые странные вещи. Среда. Мой отпуск закончился, я вернулся на свою работу, и мне кажется, что за мной следят. Нет, это не вымысел и не фантазия, я в этом уверен. Дело в том, что в первый раз я этого вообще не заметил. В любом случае, кем бы они ни были, черт возьми, они использовали разные транспортные средства. Всегда один и тот же сценарий. После работы я сажусь в машину и еду домой. Другая машина всегда следует за мной, пока я не сворачиваю на подъездную дорожку, а они просто проезжают мимо. Если это случилось бы один раз, еще ничего, но три раза подряд это уже странно. При нормальных обстоятельствах я мог бы назвать это совпадением, но не в этом случае. Я не совсем понимаю, какого черта они хотят, но они явно следят за мной. Боже, надеюсь, они все же поймут, что я обыкновенный человек и не представляю для них никакую угрозу. Я уже подумываю над тем, чтобы залечь на дно или уехать на время из города. Четверг. На этот раз я попытался разглядеть их в зеркало заднего вида. Окна были затонированы. Отлично. Я снова свернул на подъездную дорожку, а они проехали дальше. Я больше не хочу иметь дело с этой чертовщиной. Клянусь, с каждым разом они становятся все ближе и ближе. Пятница. Сегодня я сделал кое-что другое. Воспользовался общественным транспортом вместо того, чтобы сесть за руль. Никогда в жизни мне так не хотелось выпить, поэтому после работы я пошел в бар. Думаю, это был скорее эксперимент. Проверить, насколько внимательно они следят за мной. За все время моего пребывания в баре я не мог оторвать глаз от окон. Напившись вдоволь, я остановил такси. И снова сюрприз. Они вновь появились и поехали прямо за нами. Но вот чего я не ожидал, это была та же самая машина, что и вчера. Похоже, они отказались действовать инкогнито. Не знаю, что и думать об этом. Черт возьми. Изменилось кое-что еще. На этот раз они не проехали мимо. Когда такси высадило меня, я обернулся и увидел эту чертову машину, припаркованную в полуквартале от моего дома. Я просто вошел в дом. Какого черта я должен был делать? Позвонить в полицию мне даже в голову не пришло. Но, честно говоря, не думаю, что это помогло бы. Прошло уже три часа, они все еще там. Я не следил за ними все это время, так что не знаю, действительно ли они находятся в машине. Мне очень-то весело об этом думать. Ни за что на свете сегодня не усну. Сейчас примерно два часа ночи. Я только что получил текстовое сообщение со скрытого номера. Вот что там было написано. Выйди из дома. Не пользуйся входной дверью, они все еще там. Приходи в круглосуточную закусочную в пяти кварталах отсюда. Не вздумай ехать на машине. Поторопись, они скоро придут. Убедись, что за тобой не следят. Оставь свет в доме включенном. Прочитав это, я замер. Они идут сюда? Зачем? Кто, черт возьми, мне пишет? Я не знаю, как бы вы поступили в этой ситуации, но я учел предупреждение. В этот момент я был параноиком. Измученный и усталый, я надел куртку и вышел через дверь, ведущую на задний двор. Также взял рюкзак с другим ноутбуком. Не знаю зачем. Но я чувствовал, что мне это необходимо. Я подождал секунду, а затем перелез через собственный забор. Убедившись, что никто меня не заметил, я направился к закусочной. Примерно через сорок минут я, наконец, добрался туда. Можно было бы прийти раньше, но я чуть ли не нырял в кусты каждый раз, когда мимо проезжала машина. Я окинул взглядом посетителей. Стол с пьяными студентами, несколько дальнобойщиков и чувак в толстовке, сидящий в отдалении и что-то печатающий на ноутбуке. Он не выглядел угрожающе и, к слову, был довольно тощим. Я сделал обоснованное предположение. Подошел к его столику и сел. Он поднял на меня глаза. Привет, что тебе надо? Ты написал мне. Последовала короткая пауза. На секунду я забеспокоился. А что, если это не он? Но он заговорил. Верно, это я отправил тебе сообщение. Они следили за тобой? Нет, я так не думаю. Он кивнул. Отлично. А потом он рассмеялся, как будто я сказал что-то смешное. Чувак, ты облажался, да? С этим трудно не согласиться. А что ты вообще делал? Что пытался найти? Ничего, клянусь. Я просто сделал это ради удовольствия, не имея конкретных целей что-либо там найти. Он смотрел на меня с удивлением и недоверием. Эх, ну, это же чертовски глупо. Было бы здорово, конечно, если бы ты был шпионом или кем-то еще. Он снова усмехнулся. Послушай, кто ты такой? Как ты узнал, что они охотятся за мной? Кстати, кто они такие? Я засыпал его вопросами. Ладно, успокойся. Я не скажу, кто они такие, я тоже этого не знаю. Но я скажу, что у них нет добрых намерений. Круто, подумал я. А откуда ты о них знаешь? Он сделал паузу. Они пришли за мной. Когда я тоже смог получить доступ к Даркнету, я нашел там некоторую засекреченную информацию, касающуюся космоса, и начал читать. Через час мне вышибли дверь, это было несколько месяцев назад. Затем начались слежки, и в конце концов я решил сбежать из города. Я растерялся. Подожди, что ты имеешь в виду? Они пытались убить меня, чувак. Я не мог в это поверить. Ты просто просматривал ссылки, читал документы, и это все? Ты учишь других тому, как туда попасть или что-то в этом роде? Он выгнал бровь. Нет, почему ты спрашиваешь? Я находился в замешательстве. Дело в том, что они в принципе не представляли для меня угрозу, сказал я. Они просто пришли, забрали мой ноутбук и предупредили меня. Теперь настала его очередь выглядеть шокированным. Правда? Он, казалось, о чем-то задумался. Затем он спросил меня, как они выглядели. Просто мужчины в костюмах, ответил я. О чем они тебя спрашивали? Был его следующий вопрос. Я ответил ему, но потом я вспомнил их слова. Они также спросили, каковы мои приоритеты. Этот вопрос показался мне очень странным. Его лицо на секунду побледняло. Да, он странный. Последовало неловкое молчание. В конце концов, я задал ему вопрос, который не выходил у меня из головы с той самой ночи. Это страница с четырьмя ссылками. Что это за чертовщина? Он выгнал бровь и сказал, что не понимает, о чем я говорю. Тут я напрягся. После того, как я в общих чертах объяснил ему, что видел, выражение его лица совершенно изменилось. Я заметил внезапную вспышку в его поведении. Что ты набрал в подсказке? Спросил он меня. То, что также ищет меня? Ответил я. К этому моменту я был совершенно сбит с толку. Разве ты не так же поступил? Он только покачал головой. Нет. Он захлопнул ноутбук и встал. Ну и куда ты, черт возьми, собрался? Поинтересовался я. Мы уже здесь слишком долго. Слушай, я знаю, что у тебя есть вопросы, но я не могу ответить на них. Поезжай сегодня в мотель или еще куда-нибудь. И вот так он исчез. Что же мне надо было делать? Остановить его? Я до сих пор понятия не имею, кто этот чертов парень. Единственное, что мне удалось из него вытянуть, так это его имя. Джексон. И даже оно, вероятно, не настоящее. Чертовски уставший и все еще немного пьяный, я вышел из закусочной и попытался найти ближайший мотель. Мне совсем было не весело. И вот я сижу в каком-то захудалом мотеле в 4.30 утра. Мне можно спички в глаза вставлять, но каждую секунду я оглядываюсь. Это вершина дерьмовых ситуаций, которые только можно себе представить. Пожалуй, я попробую немного поспать. Больше я ничего не могу сделать. Разберусь с этим утром. Суббота. Сейчас 8 утра, я почти не спал. В моем животе поселилось ползущее зловещее чувство, что что-то не так. Я включил телевизор. Хотел немного прояснить мысли. Но то, что я увидел дальше, вызвало обратный эффект. Это была программа новостей. В туалете одного из ресторанов города найдено тело мужчины. Показали фото его паспорта. Черт, но этот убитый человек... Это был один из тех парней, которые пришли ко мне той ночью домой и забрали мой ноутбук. Подозреваемых нет. Просьба всех обладающих какой-либо информацией позвонить в редакцию или полицию. Я смотрел, не отрываясь на экран. Черт возьми, что происходит? Мой телефон внезапно зазвонил. Пришло сообщение с неизвестного номера. Вот что было в нем написано. Иди в бассейн на пятой улице. В мужской раздевалке подойди к шкафчику 128. Комбинация 12-27-33. Дальнейшие инструкции находятся там. Сделай это до того, как это сообщение перехватят. Не бери с собой телефон. Конечно, насколько надо быть глупым, чтобы взять его с собой. Кто бы не охотился за мной, он наверняка смог бы меня выследить по нему. Раньше это даже не приходило мне в голову. Я из любопытства выглянул в окно. Конечно же, машина, которая преследовала меня теперь, была припаркована прямо там. К счастью для меня, я впервые увидел водителей и пассажира, выходящих из машины. Оба были в перчатках, а один держал в руках портфель. Они оба направлялись ко входу. Я отправил это сообщение на электронный ящик себе и другу. Надо действовать быстро. Бросив телефон в унитаз, я подумал, что нужно избавиться от ноутбука. Если я снова выйду на связь, значит, я нашел выход из этого положения. Какой бы чертовщиной это ни было. Субтитры создавал DimaTorzok